Всем привет, друзья! С вами Нильф Гордон. Это следующая серия по игре Stoneheart. Продолжаем играть и в этой серии у нас есть определенные задачи, которые мы должны выполнить любой ценой, можно сказать. Конечно же, это строительство. Если говорить по развитию города, то здесь проблемы сейчас только с одним. Это с складскими помещениями, потому что, когда вы ставите сундуки, вы не можете следить за общим количеством, да, то есть вмещаемых предметов. То есть вам постоянно нужно смотреть сундуки и тому подобное. Ну, в общем, постоянно нужно вот за этим всем следить. И вот здесь я как раз-таки сделал небольшую ошибку. До этого воры бегут. Ну ладно, у меня сейчас справятся с ними охотники. Прямо здесь стоит защита. Я ее поставил, потому что за кадром пришлось еще много раз повоевать. Кстати, а вот сейчас они будут, интересно, драться между собой? Не знаю, но ладно. Так. В общем, я поставил еще дополнительный склад. И для того, чтобы, собственно, сложили вот эти все предметы, которые не складывались почему-то, не пойму почему, очень много, как видите, валяется. Здесь вот почему-то до сих пор не складывается, хотя, посмотрите, то есть все можно складывать, кроме руды, все можно складывать на этот склад, но вот эти вот предметы, они почему-то не складывают. Не знаю, почему. Вы боитесь? О, так называемая ОГОВ, ВОЖ скоро будет здесь, по вашей душе. Ну да, окей. А забрать силу для того, чтобы поднять, означает упасть, когда сила... Господи, что за хрень и... Окей. Подожди, кто ты? Я сегодня... Сегодня, не важно, завтра, если ты еще выживешь, ты сможешь называть меня Ирден из Красного Килна. Господи, какая-то хрень, серьезно. Так, посмотрим, может быть, лагерь какой-то появился новый, потому что этот лагерь, он присутствует, но его уничтожить, ну, как бы, как сказать, на раз-два и все, в принципе. Кстати, мы можем прямо сейчас это и сделать. Давайте вот так вот сделаем. Что же я сделал за кадром? А я конструировал вот это вот все, да, я конструировал стены, конструировал вот эту всю постройку, и пришлось мне все вручную делать, потому что, смотрите, я сделал секцию и думал, ну, по секциям просто поставлю ее, сохраню и по секциям поставлю, так будет намного легче. Все, думал, все будет круто, но... Есть небольшой косяк. Сейчас будет очень забавно, если этот косяк не повторится в данный момент. Когда мы ставим... Ну, когда мы ставим... Сейчас вот эту секцию найду. Так, вот, вылетел из главы, как я ее назвал-то. Посмотрим сейчас, посмотрим. Наверное, я ее уже... А, нет, вот. Когда я эту секцию ставил, вот так вот, она опускается вот так вот вниз. То есть, в принципе, как помните, на предыдущих сериях я говорил, что нужно строить на этом уровне, чтобы ставить наверх, и с башнями это почему-то получается, потому что вот здесь вот я ставил башни, потом специально проверив, здесь все нормально получилось, башни поставились, а вот здесь вот с этими, ну, как бы вот с этой частью не получается. Я не знаю причины этого, я не знаю почему так, поэтому эта секция удаляется, это тоже удаляется, и надо из плана ее стереть, потому что, ну, как бы она будет захламлять просто мне место. Тут и так слишком много всяческих ненужных построек, так, длинь. Вождь, как бы, все уничтожен. Так. Быстренько сейчас глянем, новые постройки не... не появились. Так, окей. Здесь, посмотрите, овечка, броня, костер, бутылки, ну, как-то такое. В общем, довольно-таки большое количество зданий, ну, не зданий, а именно построек сделал. Как это я строил, наверное, я покажу, потому что вот здесь вот... Хотя надо подумать. Вообще вот с этой стороны секция должна быть с мостом, да, поэтому ее нужно строить как-то, наверное, отдельно. И, как видите, ну, вот эта стена, так скажем, да, с окнами, может быть, это не очень похоже на стены, но давайте, ну, определенно скажем, что стена у нас является горой. Да, да, то есть гора, это именно и стена, как бы. То есть здесь у нас, как бы, верхушка этого всего строения, получается так. Здесь вот между этим и этим постройкой еще будет соединение, мы его тоже обязательно построим, но его надо будет строить уже как-то отдельно, что ли, да. Так вот, как видите, на верхушку построил, и эта стена, я не решил ее делать как бы, ну, как сказать, пустой внутри, чтобы там можно было ходить. Потому что, я вот вспоминаю, как я раньше делал стены, некрасиво получалось. То есть то, что там скрывалось, оно неинтересно было. То есть то, что там было внутри, оно потом как-то не смотрелось, никак не обыгрывалось. А сейчас же, как я вот сделал здесь, да, допустим, ну, как пример, очень интересно, можно тут какие-то лавочки поставить, что-то, какой-то декор сделать, и он будет общую картину только украшивать. То есть в данном случае получается, как бы, такой просвет, в башню можно входить, как бы, ну, если что, там, знаете, чтобы, ну, если предположить, допустим, какие-нибудь смотрящие вдаль, которые ждут врагов там, или что-то в этом роде. Очень много, очень много вариантов по поводу этого угла, и сегодня именно им мы займемся. Очень много всяческих вариантов того, что здесь должно быть. И сады, и тренировочные, какие-то, ну, типа тренировочного лагеря сделать, как бы, станки, как будто здесь тренируются люди, или еще что-то в этом роде. По поводу тренировки, или каких-нибудь мишеней для луков я сделаю здесь, здесь и будет, типа, плаца, или что-то такого. То есть, потому что места у нас хватает, и обязательно оно здесь где-нибудь будет. Скорее всего, где-то здесь же еще и будет кузнец, инженер, и тому подобное, потому что именно здесь оно все должно, ну, как бы, располагаться. Единственное, что... Хотя, нет, не единственное, это, это ладно, я хотел просто... Кстати, новый житель приходит, отлично. Давайте быстренько глянем, что это за жители. 2.5 как-то не очень удачно. По поводу, кстати, того, что люди мне... Ну, один комментарий написал, что ты неправильно выбираешь воинов. Сердечко, это только жизненно. Давайте вот наводим и читаем, что здесь влияет на силу, скорость и стойкость этот параметр именно для воинов. Дух уже влияет на, как сказать, на смелость, так скажем. Так, сейчас, секундочку. Так вот, и по поводу этого угла очень много всяческих мыслей у людей есть. Есть и несколько интересных. Я ими воспользуюсь обязательно только в других местах. Но самая интересная мысль, мне понравилось сделать башню мага. Башню мага, ее предлагали в другие места где-то воткнуть там, там, отдельно сделать. То есть, разные комментарии были. Привет, ну, я тут... Золотая глиняная настенная сейлка. Смотрите, 12 золотых глиняных настенных сейлок за 2 сундука обитых кожей. Я просто откажусь и даже не буду пытаться выполнить это задание. Так вот, и здесь, здесь я построю именно башню. Башня, которая будет вот так вот возвышаться прям вот, ну, так сказать, она будет вот таких вот размеров. То есть, башня будет немаленькая, сразу скажу. Потому что, во-первых, башня начнется вот где-то с этого уровня. С этого уровня. Здесь нам нужно какое-то такое, типа, угла построить. То есть, хочу именно так, чтобы оно выглядело. То есть, здесь будет, типа, угла такого, который будет подсоединяться к этим частям, к проходами. И где-то отсюда начнется уже башня. Она будет так возвышаться даже над этой частью. Где-то вот здесь вот будет заканчиваться. Где-то вот так вот. И она именно будет башней мага. И она будет, как бы, центровой частью этого всего здания. Так что, наверное, я нажму на паузу и ускорю видео и начну строить. Надеюсь, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, ребята, вроде бы я закончил И не знаю, получилось ли у меня хорошо или плохо Честно, не знаю, не могу сказать Потому что, ну, как-то так Я, короче, не знаю Мне нравится, в принципе То есть придраться не к чему То есть лучше, лучше может и можно сделать Но вот в данный момент получилось именно так Я единственное могу сказать Что вот на эту постройку мне понадобилось уже около трех часов То есть я потратил довольно-таки приличное количество времени Чтобы построить ее Так, давайте вот здесь вот перья купим Наконец-таки перья вообще пришли ко мне Отлично, не помешают И остается ее построить И очень много еще достраивать На самом деле-то нужно будет И внутри, и снаружи И вот здесь вот То есть перьяницы нужно будет делать и здесь Ну, в общем, очень многое еще надо будет доделывать Вот здесь вот Вот здесь вот крыльцо надо будет доделать В общем, дела еще большие предстоят Но, как бы, вот эта постройка Она уже, как бы, закончена Внешний вид, по крайней мере, закончат Не знаю уж, понравится ли вам или не понравится Это, это в принципе уже не важно, честно говоря Потому что перестраивать я точно не буду Это тяжелая постройка На которую я потратил очень много времени Если вам понравилось, ставьте лайки Всем всего, удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok